Проблем, которые касаются не только команды, они касаются и детскую спортивную школу на москейболе. Естественно, директор команды на три года. Ну и, так сказать, иметь ваше мнение по поводу наших проблем. Все? Пока. Проблемы не увидим. В один зал мы не влезаем. Ну и второй, конечно, мы сейчас встали на крыло очень. Дети в баскетбол идут, хоть платят бесплатно. Сейчас не классись, здесь не мы, значит, тенденция такая, что мы объединяем легкую атлетику и баскетбольную школу в одно. У нас самая дешевая школа. Больно хорошая для этих целей, что ли? А дело в том, что в школе обязательно должен работать тренер. Учитель физкультуры – это учитель физкультуры. А объяснение нашу... Вопрос поднимали, сколько лет, да. Для вас, да. Да, и потом, понимаете, мы же придем к тому, что нам нужен большой зал для города. У нас же нет игрового зала. Город полмиллиона, у нас нет игрового зала, вообще нет его. Вообще нет его такого как такового. Анатолий Петрович, то есть там идея такая есть. Мы же сейчас в Дворце спорта у себя проводим, в Академии. Там с натяжкой постоянно набирается около тысячи зрителей. Вот последние игры людей с площадки два раза убирали, потому что столько людей собирали, что убирали людей с площадки. Судьбы из команды. Да, потому что, ну, тысячу зрителей в Академию туда, в Дворец спорта пустить, все-таки это маловато. У нас сейчас, видимо, назревает реальный вопрос, если через год, через два выходим в высшую лигу, либо строить игровой зал отдельно, либо, значит, брать в аренду какие-то площадки, это в крупном городах делаются вывезные щиты, значит, кольца и проводить только там. Уже ажиотаж, ну, действительно, очень большой. Вот почему они подняли баскетбол. Я только так считаю. И у нас перспективность, пока это МБ, МБ, по телевидению, у нас же бум пошел все. Там освещение сделано, прожекторы, все там же все время, ну, хоккейная площадка. Но проработать негативно? Ну, как? Сейчас, чтобы прорабатывать, надо платить. На не шесть дней? Да. А, значит, когда даже наметок нет на финансирование, то, конечно, стопки. Когда мы вдруг приняли решение, не пришлось расширять пролет, поднимать, поднимать, поднимать. Там вон, там фундаменты, там фермы. Чтобы не пришлось. Чтобы не пришлось поднимать. Ну, это первый этап, это, конечно. Не экономическая норма, а техническая поставка. Что не придется расширять, не придется добавлять, не придется увеличивать высоту. Баскетбол можно там играть или нет. И второе, это тоже будет правило. То проработать. Как одеть, и во что одеть. Здесь все. А потом уже делать техники. Делать техники. Потом уже делать техники. Во что его одеть, как одеть, это уже, так сказать. Дело техники. Челов, в принципе, двух каркасов. Так, здесь все понятно. Тем более, мы сейчас являемся генеральным спонсором команды. Кредо. Чертов отказался, вспомнил, да? Локар-монтаж. Кредо теперь одно генеральное спонсор. И потом подумали, возьмем, будет полезно, спрятно. У нас есть свой боксерский клуб. Кредо-клуб, там боксеры будут тренироваться. И также мы хотели предоставить этот зал для тренировок. Детский, детский. Детский. То есть мы не хотели перепрофилировать. Хотя у нас была информация. Так построил комбинат, да, Максим его продавая. Не, ну, мы же как? Мы же покупали не так вот, как вот на базаре, на деньги, давай, товар. Нет, их не верили с нашей... Нет, ну это подходь-то, он убакой, потому что он купил, нет, ну они такой стране. Я пришел, мне не...